Ребят, всем большой привет! Я сегодня снова, как вы видите, с бантом Солохи, просто потому что я хочу сегодня вам рассказать про мою находку. Совершенно потрясающий тон от Estee Lauder из коллекции Erre Nutrif, вроде так это называется. Это, конечно, достаточно дорогой их тон, я давно на него смотрела, у него очень интересное описание, мы потом это все с вами обсудим. И плюс ко всему, я хотела бы еще с вами поговорить про мои инструменты, которыми я наношу обычно. Тона это вот кисти, которые у меня есть, еще обсудим, что же лучше, все-таки бьюти-блендер или кисти. Еще у меня сейчас на тесте вот такая вот прекрасная палеточка от By Terry, давно я ее ждала, очень долго она ко мне шла, и я сейчас ее как бы изучаю, тестирую. Так что ей тоже сегодня вместе с вами накрасимся, предлагаю приступать и поехали! Для начала хочу использовать вот такой праймер, это бренд Boot Molecules, будем называть его хорошие молекулы. У меня уже есть открытый такой пробник, и вы знаете, мне он по первым впечатлениям прям очень понравился, и я хочу сейчас его опять же немножко потестировать. Он просто увлажняющий праймер без силиконов, здесь написано. Поэтому давайте намажемся. Очень приятно, я не люблю праймеры, вот как таковые, да, больше я люблю все-таки именно увлажняющие кремы, но это как получается что-то среднее, называем праймером, но по сути это как увлажняющий крем. Очень приятная, мягкая текстура, и он, знаете, так достаточно хорошо впитывает, но при этом не оставляет каких-то жирных следов после себя, как будто действительно лицо, так знаете, хорошо напиталось влагой. Вот, не знаю, даже вот у меня есть такое ощущение, что хотелось бы, может быть, попробовать и полную версию после вот этого вот пробника. Значит, что касается тона, почему я решила ему отдельное видео посвятить? Потому что, вы знаете, мне кажется, я наконец-то нашла свой идеальный тон на каждый день. Сразу скажу, что здесь не полное покрытие, здесь даже и не среднее покрытие. Я бы сказала, что от легкого к среднему, в принципе, можно немножко наслоить, но здесь у нас, сейчас я специально зачитаю, что у нас тут обещает нам производитель. Это тон с эффектом сияния, но сияние здесь получается не за счет того, что он прям такой уж влажный, а сияние здесь за счет частиц драгоценных хризолитов. Я, правда, я не понимаю, что это. Написано, что эти хризолиты, они заряжают кожу энергией, и здесь у них какие-то есть исследования, которые Estee Lauder проводил, и, в общем, у них доказано, что это полупрозрачный зеленый камень, который помогает пополнить естественные запасы энергии, кожи, придать ей здоровый вид и сияние. В общем, бла-бла-бла. Но суть в том, что очень оригинальный финиш у этого тона, я, конечно, попытаюсь вам, когда мы его нанесем, показать максимально близко, но вот так, если словами описать, то это тон, в принципе, с натуральным финишем, но, если присмотреться, видно такое, вот эти вот частички, которые мерцают на коже. И, если кто-то помнит, я как-то, там, пару месяцев назад у меня было видео про вот этот Tinted Glow Booster от Nars, и мне тогда очень понравилось вот эту штучку добавлять в мои тональные средства, и получался такой эффект сияния на коже. Так вот, у тона Estée Lauder совершенно такой же эффект на коже, как получался у меня при смешивании вот этого Nars и каких-то моих увлажняющих тонов, ну, любых. Так что, по сути, вот в этом одном средстве два средства. Этот и еще какой-нибудь увлажняющий тон. Другой вопрос, что, конечно, Nars вы можете использовать и как хайлайтер, и подтон нанести, а у Estée Lauder вы не сможете, конечно же, регулировать насыщенность этими частицами. Но, вы знаете, если вам нужно быстро нанести тон, да, не надо ничего там смешивать, ничего тут заводить с утра, какую-то вот эту химическую лабораторию, то я считаю, что это очень круто. Ты просто нанес на лицо и пошел. Оттенок я взяла самый светлый, который есть в линейке этих тонов. Это 1C1 Cool Bone, и, слава богу, мне этот оттенок подошел, потому что я уже говорила, что у меня с другим тоном от Estée Lauder тоже новинкой. Там светлый оттенок был мне ужасно темный. Здесь же все хорошо, и еще этот тон, в отличие от того тона, не окисляется на моем лице. Он просто, когда усаживается на лице, он буквально, ну, там, может, на четверть тона чуть-чуть темнеет, но это практически незаметно. Что касается кистей, которыми я наношу свои тональные, вот у меня есть 5 больших кистей для лица, но пользуюсь я в основном вот этими тремя. Это известная кисть Artis, у меня семерочка. Также кисть Stars 1 от N-Beauty, и старенькая уже давно у меня эта кисть Dua Fibra от Mina. Для самого-самого легкого нанесения я использую вот эту вот Dua Fibra от Mina. Она настолько легко наносит, знаете, вот такое чувство, что одним прикосновением можно нанести вот просто на все лицо, и это будет настолько легко, и не будет никаких разводов. Ну, в общем, вот эта кисть классная. Во-первых, она достаточно бюджетная, и если вы так же, как и я, любите легкие покрытия, которые, ну, на каждый день просто как бы выравнивают тон лица, то такая кисть, я считаю, вот просто идеально подходит для этих целей. Вот эти же две кисти, они наносят чуть-чуть поплотнее, но, в принципе, тоже можно варьировать. С этими кистями уже можно, знаете, так экспериментировать. Единственное, раньше я постоянно наносила все вот этой кистью у Artis, но сейчас как-то мне уже кажется, что она какая-то то ли плотноватая, то ли, может быть, я уже просто, она мне поднадоела. В целом, она достаточно аккуратно, знаете, так мягко наносит, но иногда вот разводы у меня от нее остаются. Сейчас просто у меня есть новинка от InBeauty, Stars 1, это последняя ее коллекция кистей, и она невероятно мягкая. Она, знаете, она так классно наносит, такими мелкими, мелкими, знаете, растушевочными движениями можно наносить. И поры эта кисть очень классно полирует. Единственный минус из всех трех кистей, которые я до этого вам показала, этой кисти, меня не очень, я никак не могу приловчиться наносить именно на носу. Вот здесь вот тональное средство именно на носу, потому что, ну не знаю, оно как-то вот, если где-то есть какие-то шелушинки есть, да, так как у меня сухая кожа, но сейчас она скорее нормальная у меня кожа, но все равно вот эта кисть умудряется немножко что-то тут поднимать, и как-то вот именно какой бы тон ни был, даже вот этот вот легкий тон от Estee Lauder, вот здесь у меня на носу как-то именно этой кистью, ну красиво не наносится. Не так давно у меня эта кисть, и я, может быть, еще не приловчилась, и вот как бы вот сюда уже, извините, что так показываю, ну вот когда вот внутрь сюда, но этой кистью не получается у меня прямо залезть, и там остаются обычно недокрашенные места. Поэтому уже, что касается вот этой зоны, то тут я уже начинаю докрашивать вот этой кистью, она лучше всего наносит именно вот здесь. Есть еще у меня вот такая кисть от Zaeva номер 102, и они по размеру, ну плюс-минус, похожи Stars от N-Beauty, но единственное, конечно, вот эта кисть, она намного более жесткая, в принципе, я ей тоже наношу иногда, знаете, вот что под руку попадется, тем и наношу, но она намного более жесткая, чем Stars 1. Stars 1 все-таки более приятная на ощупь, а так вот визуально по нанесению, в принципе, работают они похоже. Но эта кисть чуть-чуть дешевле, конечно, чем Stars 1, но не намного, честно вам скажу. Поэтому, если вот есть выбор, я бы все-таки вот эту выбрала. Ну и последняя кисть, которая у меня есть для нанесения, это вот кисть Kabuki от Sigma, Flat Kabuki F80. И честно вам скажу, эта кисть совсем мне не нравится, не могу я никак наловчиться ей работать. То есть у меня она предназначена для того, чтобы вот такими как бы движениями круговыми вот так вот наносить. Принцип работы у нее такой же, как у Artis, но Artis, что-то я тут изображаю вам, но Artis как-то лучше наносит. У меня же здесь все залипает, я не могу растушевать, не получается у меня никак приловчиться вот к этой кисти. И так я и так, и разные тона использовала. И все равно у меня какими-то все пятнами ложится, я не могу растушевать, у меня тут залипло, тут пустое место. В общем, с этой кистью я никак не могу подружиться. Она, ну, не могу сказать, конечно, что она жесткая, но она, ну вот она как-то такое чувство, что она только вот здесь вот по серединке вот наносит, а потом края, в общем, не знаю. Может быть, есть какая-то фишка или какой-то секрет в нанесении тона именно таким видом кистей. Поэтому, если кто-то в курсе, то жду ваши комментарии. А так, если вы не опытный пользователь, я бы такую кисть не советовала, потому что, ну, видите, я никак не могу к ней приловчиться. Хочу для наглядности показать вам, как наносит вот эта кисть и вот это. Но потом в конце донанесем все все-таки спонжем, потому что, как ни крути, спонж для видео и вообще в целом, мне кажется, это самый быстрый вариант и самый надежный вариант нанесения тона. Истями, единственное, конечно, главное не перебарщивать сразу, когда берешь количество продуктов, потому что, если взять чуть больше, но потом достаточно сложно это растушевать. Я стараюсь не нажимать на кисть, а просто как бы вот самым-самым краешком растушевывать вот этот тон. Кстати, у тона очень приятный запах, и у него здесь есть SPF 20, но запах SPF совсем я не слышу. Здесь он такими... Сам тон пахнет какими-то цветочками. Вот у него такой как бы влажный финиш, но он такой натурально влажный. Лицо мокрое мне, таким, знаете, влажным, мокрым не выглядит. На камере, может быть, оно чуть-чуть больше будет этот эффект, но вживую нету, и нету этого ощущения, знаете, как будто у тебя липкое лицо, нету. И вот сейчас я смотрю, у меня поры очень классно сгладились вообще. Единственное, конечно, этот тон, если вы любите, чтобы он хорошо перекрывал, он не перекрывает именно проблемные части. То есть вот здесь вот мои веснушки, даже все полностью проглядывают. Не знаю, кому как, но на лето, да и вообще, в принципе, все время я люблю такой эффект. Если у меня вот какие-то здесь вот покраснения, и какие-то проблемные зоны, так я лучше потом это консилером замажу, чем мазюкать именно тоном. Давайте для сравнения вот сейчас чуть-чуть здесь спонжем нанесу. Посмотрим, насколько плотнее будет или легче покрытие. Спонжем более мокрое, более влажный получается немножко эффект, потому что влажный спонж. Спонж наносит чуть-чуть плотнее просто этот тон, чем кисть. Кисть она как бы больше распределяет по всему лицу, а спонж он больше так вбивает туда. Ну, по сути, я смотрю по эффекту, практически разницы нет. Они штуки, что спонж отлично нанесли. Показываю сейчас вам поближе, что у меня по итогу получилось. Накрасим сейчас глаза, потом консилер, и потом в конце припудрим, и посмотрим, как на что он будет себя вести. Я уже тестировала его целый день, и даже под маской, и он просто показал себя наилучшим образом. Вообще ничего никуда не уехало, только стерлась немножко на носу, именно в том месте, где маска, ну, именно трется об нос, там, да, там чуть-чуть стерлась. Все, что было под маской ниже носа, да, на подбородке, все отлично просто держалось, и просто я удивлена, что у меня ничего никуда не уехало. Сейчас давайте быстренько накрасим глаза. Я хочу как басу сначала нанести Metal Hype в оттенке номер 3. Холодный макияж серый с этой палеткой я уже делала, поэтому сегодня я хочу сделать такое более, ну, более, что ли, в коричневых тонах. Растушуем совсем сейчас чуть-чуть. Мне эти тени просто нужны скорее как база, чем как для цвета. Все равно мы сейчас все перекроем. Возьму кисточку Ани Карташовой С8 и вот этот светлый оттенок растушевочный. Совсем чуть-чуть я вот здесь вот затемню складку. Хочу попробовать, знаете, вот прям легкий-легкий макияж сделать. Возьму вот этот светлый оттенок. Я его уже тестировала. Тяжело наносится этот оттенок кистью, но пальцем наносится просто. Вот посмотрите. Хоп! Кисть практически его не набирает. Текстура, она такая вроде как кремовая, но при этом она достаточно рассыпчатая, то есть тут она не как масло. Не, ну просто потрясающе, конечно, оттенок. Класс! И на внешний уголок давайте вот этот оттенок попробуем нанести. Я первый раз сегодня его пробую. Он такой рыженький. Ну давайте вот чуть-чуть вот здесь вот сам уголок нанесем. Такая, знаете, рыжая бронза. Не, ну по-моему, нормально. Это вот текстура именно для того, чтобы наносить пальцем. Сейчас попробую вот эту часть вот Анастасии нанести. Она чуть хуже наносится, но в целом тоже как бы более-менее. Но вот этот светлый, он вообще не наносится кистью. А более темный, я пробовала вот серенький из этой палетки, он наносился. Ну, этот такой середнячок. Чуть-чуть для затемнения уголка она подойдет. Хочу сейчас взять карандашик от Estee Lauder Double Wear в оттенке кофе. Я просто хочу прорисовать межресничку. Как таковую какую-то стрелку делать не буду. Просто именно вот здесь вот внутри прочертить. Хочу нанести консилер. Как-то я, вы знаете, подсела на консилер от PET. Даже Hourglass у меня уже отошел на второй план. На жаре Hourglass немного так плывет. Ну, стал он на жаре немножко у меня сбиваться в морщинки. А PET как-то сидит и сидит. Как-то я так прям переключилась на PET. Даже чуть-чуть нанесу. Потому что сегодня у нас каких-то сильных осыпашек нет. Прикольно, смотрите, получилось. У меня сделала земной макияж с такой достаточно темной палеткой. Вот этот один светлый вытянул на себе практически весь макияж. Мне так нравится по оттенкам. Такой бронзовый получился красивый. Ну что, пока я красила ресницы, у меня консилер уселся. И можно сейчас его чуть-чуть припудрить. У меня здесь появилась новая кисть. N-Beauty S4. И это просто моя любовь. Настолько мягко она наносит пудру под глаза. И вообще на все лицо переборщить просто невозможно. Ну, я ее не только для пудры использую. Все, вот смотрите, уже даже я смотрю на камеру, и она уже так меньше блестит. Я пудры-то нанесла совсем чуть-чуть. И нету, до сих пор нету этого ощущения, что мне жарко, что у меня течет лицо. Нет. Притом, что лампы, которые на меня светят, они все-таки дают жару. И плюс еще жара на улице. Но тон сидит и никуда не уплывает. Это, наверное, первый мой такой тон, который настолько стойкий. Но при этом он еще и увлажняющий. Не знаю, пока что я в восторге от него. Вот такой итоговый макияж у меня получился. Это, честно скажу, мне очень нравится, как на лице лежит этот тон. Я просто влюблена. Сколько я сижу его делаю, ничего никуда не уползает. Он реально как вторая кожа. У меня очень много тонов. Но такого тона, который бы реально сливался с кожей. Такое ровное, бархатистое покрытие. И вот с таким небольшим свечением. Очень мне нравится макияж, который у меня сегодня получился. Я все-таки эту палетку рассматривала как, скорее, какой-то более вариант для смоки. Она достаточно темная. Но на удивление у меня сегодня получился такой летний, нюдовый макияж. Как-то вот мне сегодня прям все нравится. Я за кадром донанесла уже бронзер. Очень мне нравится бронзер от Catrice. Это еще в прошлом году я покупала. И уже там осталось меньше половины. Но на лето я его больше всего люблю. Вот сегодня я его нанесла. Наверное, свет, конечно, съест. Большинство кажется, что я бледная. Но на самом деле, вот я вживую смотрю, он именно такой, знаете, красивый загар придает моей бледнючей коже. Также использовала сегодня матовый румяна от Essence. Это такой тоже летний оттенок. Номер 10, Pitch Me Up. Действительно такой как бы персиковый. И также еще к румянам добавила вот этот персиковый оттенок из моей любимой палетки хайлайтеров от Charlotte Tilbury. И в завершение немножко добавила хайлайтера от InBeauty. Вот эта кисть, я реально очень ее советую. Если у вас нет такой длинненькой мягкой кисти, она идеальна. Она очень легко наносит хайлайтеры. Вот так вот по всему лицу. То есть такой кистью пятно вот здесь у себя вы не поставите. Но при этом получается очень красивый подсвечивающий эффект. Вот эта кисть просто вообще must have. И я просто влюблена в нее. Кстати, по поводу тона, еще маленькое уточнение. Я забыла сказать, что я покупала его на российском сайте estelauder.ru. И там, как ни странно, оказалось выгоднее всего его покупать. Потому что если зарегистрироваться на том сайте, у вас автоматически начинает работать система лояльности. Или как там это называется. В общем, это 20% скидка. Получается, что по сути на российском сайте такая же цена стоит, как и во всех американских магазинах. Но с 25% скидкой получилось мне дешевле. То есть вместо 7300 российских рублей, где-то 5500 у меня получилось. Плюс-минус. Там еще у них есть 3% скидки. Если картой оплачивать. И если там еще вдруг какие-то у вас есть промокоды. То в целом даже до 30% там можно дотащить эту скидку совместно с какими-то промокодами. У меня там был какой-то старый промокод. Давно лежал. Я его применила. У меня по итогу получилось 33% скидки. Но сейчас он уже, к сожалению, не действительно этот промокод. Поэтому я не могу сейчас вам его где-то показать. Но в целом, как ни странно, на российском сайте именно этот тон оказалось покупать выгоднее всего. В общем, в хорошем расположении духа хочу закончить это видео. Я очень довольна результатом. И очень довольна, что наконец-то нашла свой тон. Правда, я вам говорю, я столько перепробовала. Но до сих пор любимого тона у меня так и не было. Поэтому надеюсь, что эту позицию сейчас займет вот этот тон от Estee Lauder надолго. И если кто-то сомневался, кого-то смущала цена, но вы все-таки думали брать-не брать. И у вас такой тип кожи, как у меня, нормальный, чуть-чуть суховатый, ну вот такой, этот тон идеально для вас подойдет. Мне кажется, что даже и для комби кожи он тоже будет отлично. Так что на этой веселой ноте хочу сейчас закончить. Спасибо, что смотрите мои видео. Жду ваши лайки и комментарии. И все на сегодня. Пока! До новых встреч!